так 7 утра и мы куда-то приехали если честно улов так себе я взяла горшки белые один коричневый большие земля мне была нужна от фикусов и пальмы и орхидеи смесь для посадки перлит, гумус, диамидерный, кулиты и лакаги тут все разбавляется для посадки и для комнатных цитут и для обработки еще взяла шпинаты разные, рукулу и два вот вида томатов такие, взяла небольшие а огурцы я даю всегда герман, либо маша, либо шоша, либо гоша, вот такие вот то есть это не здесь поставили мы собачку одну ты что у нас тут это хорошая игрушка, ну-ка вот достал вот оттуда игрушку хорошую вот это что тут порвало сигареты ну а он покурил знает покурил а это что такое это я хрен даже знаю что ужас брось игрушку ну что мы опять уезжаем на это раз за рейками вот в коридоре вы здесь сделали для цветочков ну что мы откупили рейки я сейчас попробую тут в уголке показать какая идея там когда работали в сити я ну там была комната отдыха и мне очень понравилась одна идея как расположены на рейках цветы только теперь осталось найти крепления и горшки такие потому что в леруа мы такое не нашли но я думаю что кто еще тот всегда найдет поэтому сначала их надо будет покрасить потом муж прибьет и потом уже я буду заниматься с цветами в общем рейки я хочу вот сюда на лестницу здесь я отрезала цветочек потому что пальма мне не нравилась то есть он вот этот росточек такой хиленький здесь она вся в общем загибается и я хочу немножечко ну омолодить вот и сюда ну мы красили просто я убрала отсюда цветы то есть здесь окно и мне не хватает здесь зелени поэтому я хочу вот здесь вот эти вот речки набить и я уже нашла на валберис такие знаете кашпо настенные в общем сюда хлорофитум посадить какую-нибудь березку я не знаю как она по-настоящему называется чтобы здесь была такая зеленая стена сейчас сбоку куда-нибудь положу ну прикреплю картинку как это должно быть как я вижу видела идею в сити вот и сегодня речки я уже покрасила кстати вот это горшочки вот мы заклеировали дюлакс кстати такая она ну минимально пахнет то есть это такая для внутренних работ вот то есть я покрасила получается вот две стороны сейчас они подсохнут переверну еще две покрашу вот взяли немножечко запасом рейки и будем пробивать вот они сейчас узкой стороной лежат будем вот вот это широко по-моему тут четыре что ли сантиметра и как раз между ними либо три ну либо четыре посмотрим то есть они вот так будут идти специально покрасила темный мне кажется все таки белый ну слишком как-то они ну в общем мне не нравится а вот у меня хлорофитум вот тоже как-то ему тут не очень хорошо вот много он пустил видите дедов а может быть еще куплю пестрый пестролистный вот березочка у меня пошла это мне мама отростки отдавала кстати я еще вот тоже ее чтобы пышнее была отрезала у меня тоже уже дома стоит такое как бы укоренен на тросточек надо вот тоже присадить и мне кажется что вот эти вот такие зеленые они неприхотливые листья ой цветы домашние поэтому будет хорошо у меня будет такая зеленая стена ну что все я их добила оставляем сушить на неделю и на следующих выходных ну возможно может быть через выходные будем крепить на стену у нас сегодня два знаменательных момента я наконец-таки вот такую штучку на валбре заказала для овощей ведро у нас до сих пор строительное но оно низкое я думаю что выше я не буду менять и сейчас максим будет менять стекло что такое да оно в специальном закаленном жаростойкое поднимемся так ну не будем мешать что это под руку ну вот идеально красивое зеркальце ой стекло теперь у нас полноценный какой счастье сейчас слава богу не такие морозы поэтому пока будет красивый стоять смотрите куда же я без этого помогать помогать мне я пошла выбивать коврики у нас вот большой икейский ковер он очень длинношерстный так как собака светлая еще плюс кошка очень хорошо на нем видно шерсть его только выбивать кстати вот такую хорошую выбивалку железную купила на вб пошла все выбивать думаю заодно вот этот коврик а это натуральный тоже икейский это у нас еще прошлый пес на нем спал и он пахнет даже немножечко потому что это натуральная шерсть вот его нельзя постирать потому что он ну не в общем я решила выбить и вот луци да я скажу вот луци тут это отнял у меня и теперь с ним носится да луци фуфик твой фуфик а ковер он такой вот он видите большая у меня никакой пылесос не берет и эта выбивалка выбивается и вот так вот я прям ей хорошо видите как летит шесть то есть я в прошлые выходные выбивала а получается на неделе нас нет то есть он все конечно себя вбирает вот так что я это ну мне в охотку выбивать луци 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 мне нравится и помогай так да давай давай помогай выбивать ковер который вечно в твоей шерсти луци луци бам-бам-бам бам-бам-бам бам-бам бам-бам тихо спокойно встали мы примерять и с чем столкнулись что есть юбиле муки взяли да то есть получается нам нужно пробить толщину доски и войти сюда вот и он должен быть длинный но смотрите он со шляпкой здесь будет торчать будет некрасиво а таки коротенькие макс решает что делать покупай а может подвинуть и расстояние у них будет где-то но я так понимаю что у нас будет высота вот так вот да 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 за под лицом вот так что это потом покажу всем привет точникам огородников посмотрите сколько у нас снега сейчас я попробую стать какая гора насеку то есть она выше меня в этом году очень много снега смотрите сколько посмотрите сколько снега февраль уже солнышко начинает припекать больше солнечных дней насколько это будет тать вам сосудки какие сосудки тут красиво если посмотреть вот я иду не знаю видно нет то есть по а выше чем колено высота снега смотрите какие сосульки здесь у нас вообще все все заметено елочка сейчас я буду тут чистить муж начал чистить в общем проходы как туннели вот я на самом деле уже хочу заказывать на сайтах морозник прострел в общем закажу расскажу как чего потому что нахожу я сама заказываю тоже мне очень хочется морозник то что я покупаю в торговых центрах типа леруа ашаны опи они у меня не выживают то есть я трачу деньги и они у меня не приживаются в этом году хочу купить в этом в питомнике вот то что я хочу морозники хочу прострел поэтому своим потом поделюсь какой-нибудь результат сейчас идем на труд терапии почистить снежок пока у меня муж отдыхает и он сейчас там делает рейки набивает на лестнице все я устала я столько почистил это так сложно и сейчас солнышко светит так хорошо чтобы вот были ровные сели между брусками вот кусочки подкладываю и они тогда все ровненькие конечно у нас вот беда в том что стены очень плохо заходит не сразу громко так ну смотрите мы доделали я купил на валбери вот такие вот подставочки очень долго искала что-то простое без вензелей пришли две такие еще я две заказывал но пришли только две такие ну вот приблизительный вот так вот будет держаться и сейчас я буду пересаживать вот у меня то что я покупала на в леруа покупала в общем мне нужно пересадить я привезла из дома и тут вот видите всякие отросточки этот дал отросток от пальмы который стоял внизу вот я хочу пересадить березочку хочу пересадить вот эту вот детка еще пока крышки не дал от от хлорофитом в общем сюда посадить но такие растения которые вьются у меня и они таки неприхотливы что березку что хлорофитом будут стоять и привезла сюда себе монстерку она ночь пока крышки не дала это тоже хочу пересадить и поставить ее в ванну на второй этаж но не знаю конечно зимой будет холодно а летом посмотрим в общем сейчас начну пересаживать вот смотрите я достала хлорофитом но он мне немножечко переболивать я его убрала виси немножко сейчас я его пересажу подкормлю вот он пустил много деток я конечно еще немножко оторву чтобы посадить чтобы сверху было знать как шапочка погуще и это все будет спускаться показываю пока так повесили два хлорофитом а потому что у меня пришло только две подставки я не знаю еще насколько нехороший то есть я в одной фирме делаю в другой эти чуть подешевле 2 чуть подороже придут я заберу точнее уже пришли просто не успела забрать в пятницу и посмотрим какие хорошие и сколько приблизительно будет еще до заказать то есть у меня идея чтобы ну вот тут было достаточно много но не прям чтобы то есть не эффект зеленой стены чтобы не было видно рейк но чтобы было достаточно это не для двух горшочков и вот я посадила пересадила папоротник тоже такой горшочек который в леруа покупала мне понравился я надеюсь что он хорошо пойдет я вроде все такое сухое обрезал подкормил его ну точнее сейчас присадила вот с тем грунтом который там с добавками и пока еще не поливала у меня тает снег нам будет дом привести подкормку мне кажется что будет красиво честно конечно так не видно очень завтра с утра еще сниму покажу вот а вот здесь здесь вот у меня сейчас покажу здесь вот пальмочка который я обрезал вот оставила сухую думаю мало чего пойдет что пойдет конечно немножечко сейчас такая бедненькая то что корешочки только-только начали образовывать сейчас он будет перебалить поэтому поставил сюда здесь прохладно так от этой перчатку здесь прохладно и такое солнышко вечерние и вот у меня от замиоколькаса отвалилась веточка тоже дешево вставить думаю должен пойти ну не пойдет просто она уже отвалилась поэтому посмотрим вот